хочу дать свой отзыв он интерьерной краски вот так вот она выглядит значит у нас просто чем была проблема немножко отстерили откосы мы взяли их заново отштукатурили здесь вот плесень постарались и тереть и дальше сразу по старой краски начали красить проблема оказалась в том что это интерьерная краска требует чтобы под нее был грунт и поэтому видите здесь проступает коричневая предыдущая краска а это такая жемчужного эффекта виде неравномерно прокрасилась она и идея в том что подобные интерьерные краски они наносится неравномерно не специально нужно их наносить так вот так вот так то есть во все стороны нужно их то есть в принципе их невозможно равномерно нанести видите поэтому так вот все некрасиво валиком пытались а сверху где-то там кисточкой поэтому нужно изначально их не пытаться наносить равномерно так вот либо кругами либо крестиками то есть как-то вот так вот очень высокохудожественно для равномерной закраски они не подходят у них получается низкая укрывистость у этой краски хотя на французской стоит 2 литра за три семьсот пятьдесят вот с колеровкой по 20 рублей литр в леруа вот поэтому придется либо второй банку покупать вот и заново все красить вот такая вот проблемка оказалась ведь даже нет и плохо фокусироваться вот пишите свои отзывы видимо нужно было более простую краску покупать и не мучиться с этой интерьерной краской ну и цвет нам не понравился мы любим более теплые оттенки в магазине в чем вообще проблема в леруа она на по образцу выглядела намного качественнее намного теплее здесь она очень тускл но при дневном среде она так белесый становится такой вот видите даже здесь видны как бы такие следы от валика это почему хороший профессиональный мастер-клуб красил но вот он не догадался так все можете на закрасить поэтому такие как проблема